Господа, я всех от души приветствую на нашем строительном канале. Сегодня будем заниматься с вами полами. Может, что-нибудь еще там я симпровизирую в середине фильма. Теперь по рекламе. Очень много прилетает, но, братцы, вы на работе получаете, возможно, зарплату. Возможно. Я получаю какой-то инструмент или товар. Сегодня нас настолько обложили ФНС, ФАС. Ну, вы знаете, что ютубчик отменял все эти монетизации. Именитые, серьезные блогеры отвалились, которые прям, ну, голый энтузиазм, штука хорошая. Но она, к сожалению, не позволяет кормить семью. Вот. Поэтому я принял такое решение, чтобы вам было всем комфортно. Те, кто не хочет смотреть рекламу, я ее буду убирать специально для вас. И публиковать на Дзене ролики без рекламы. Сегодня там прям такая активность поднялась, братцы. Поэтому ссылочка будет под видео в описании. Это переход на Дзен. И вообще, все, что сегодня я буду говорить, может быть, какие-то будут рекламные моменты, все будет в описании под видео. Начинаем. А начинаем мы с того, что с комнаты сейчас все выносим. Полностью ее очищаем, затягиваем все саморезы. После чего я наношу специальный клеевой состав и начинаю напольное покрытие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Если честно, у меня были некоторые сомнения, что вот этот Underfloor Easy после того, что его привезли зимой, будет работать так, как он должен работать. Но оказывается, он выдерживает до пяти циклов заморозки и разморозки. И для него это не является никакой проблемой. Его мне посоветовали менеджеры из квадрата. Изначально брать я не хотел клеить, даже не думал, что он нужен. Но, как я и говорил уже в своих роликах, он необходим, если вы единым полотном планируете застелить кварцвинилом весь этаж. А в нашем случае именно так и происходит. Мы будем стелить все 90 квадратных метров полноценно одним покрытием. Без каких-либо разрывов в дверных проемах. Я уже об этом говорил, но еще раз повторю, ссылка на вот этих ребят, сервис в квадрате, она будет также в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, очень часто в моих выпусках вы мне пишите, Денис, ну ты по обоим уже показываешь восьмую комнату. По полам тоже, наверное, уже не первый выпуск. Хочу сделать небольшой акцент. Во-первых, каждый раз, когда я что-то новое для себя нахожу, я об этом с вами делюсь. А во-вторых, так как мой контент является сериалом, и я не пытаюсь одной серии вас чему-то научить. Я вообще вас научить не пытаюсь, вы лучше меня все знаете. Я просто показываю, как я это строю, и поэтому у меня тема, например, полов, она идет сериально. По кварцвинилу это будет еще, наверное, пару серий, потому что надо будет еще в нашей комнате сделать. И надо будет еще решить, что в ванной будем делать. Возможно, тоже кварцвинил. Жду ваших советов по этому поводу. Взял паузу небольшую, показать и объяснить вам одну классную находку. Если говорить о ламинате, то у него есть определенная сторонность, от которой мы идем и куда идем. Что мне понравилось в кварцвиниле? Здесь вообще нет никаких пониманий стороны. Можно и влево пойти, и вправо от центральной линии. Есть всего лишь одно небольшое но. Если мы кварцвинил укладываем вот этой стороной, ну то есть вот широким пазиком, то мы можем приклеивать его и без проблем. Покажу это наглядно. Кстати, друзья, если вы сейчас видите обрезки, знаете, эти обрезки на выброс не пойдут. Так вот, если мы вот так приклеили кварцвинил, как он сейчас у нас идет в комнате, то потом подложить уже следующий замочек, клик-дроп, вообще не составляет никакого труда. И поэтому мы смело можем оставить, например, даже на следующий день эту сторону. Но с этой стороны два варианта. Либо вы должны клеем не подходить к краю, чтобы замок не сильно приклеился. Либо нужно не оставлять эту сторону, потому что вот здесь вот этот широкий пазик, он должен занырнуть под. Соответственно, его приходится приподнимать. И у меня поэтому есть небольшие огрехи, что с этой стороны, когда приклеил и оставил надолго, она подклеилась, и были проблемки, пришлось пройтись. Ну, я в данном случае взял угольничек, и им прошел. В принципе, тоже не проблема. Вверх он тоже отрывается, этот клей, для сдвигания по горизонтали. Еще раз говорю, клей нужен только, если вы укладываете одним полотном этаж более 60 квадратных метров. Если это одна комната, он вообще здесь не нужен. И, кстати, еще не сказал, знаете, что про клей вам? Мы же знаем, что санкции, всякие вот эти мероприятия, и вот клей такого класса, он весь ушел из России, но его реально нет. И вот у ребят с сервиса быстрой доставки напольных покрытий, у них этот клей есть, и он, скажем так, обошел санкции. Это еще один плюсик в копилку того, что заказывать надо у этих парней. Так, ну и проверенный сайт. Проверенный сайт мною проверен, поэтому уже есть уверенность. В этой комнате мы проходим с вами конвектор, конвектор, самодельный конвектор. Здесь я потом сварю алюминиевый уголок, рамку, прогоню ее, а внутрь сделаю по типу своих пасечных пчеловодческих рамочек. Напилю полоски и соединю их аккуратно. И будет у нас решетка самодельная, которая не стоит почти ничего. Просто я узнавал, решетка вот на эту комнату стоит в районе 20 тысяч рублей. Деревянная. Алюминиевая еще дороже. Идем дальше, работаем сегодня. Мне нужно эту комнату добить. Ну, я думаю, мы победим. Работа идет очень быстро. Самое долгое это подрезки, но я уже наловчился, поэтому не проблема. И еще один нюансик, который тоже нужно соблюдать. Пройдя, например, пару рядов, нужно подставить обрезок и подколотить его киянкой на протяжении всей длины, чтобы эти микромиллиметры, которые где-то разошлись, например, вот видите полоска, сейчас я ее подобью, и она исчезнет. Щелки не будет. Кстати, сегодня в начале ролика я говорил о том, что что-нибудь вам еще сегодня интересного покажу из своего нового, приобретенного. И вот сейчас мне доставили только что еще два сапборда для моих походов с семьей. Поэтому в этом году будет вообще интересный поход. Может быть, мы даже сделаем двухдневный поход, например, с семьей. Посмотрим. Я вам попозже покажу еще сапбы. Сейчас пока работаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что у Жени и у Элиночки, у моей, есть классные, красивые, яркие два сапборда. Вы это знаете. А теперь я уже докупил до нашей полной семьи, до полной комплектации. Потому что в этом году мы будем ходить в серьезные походы. Что могу сразу сказать? Читал много, изучал много. Смотрел сапборды. Не премиум класса. Наша история не про профессионализм. Наша история про туризм. Может быть это будут какие-то походы с ночевкой. Пока мы не придумали. Но в этом году я точно эти сабы возьму с собой на сплав на плоту. Кто ждет, тот знает. Это было круто. Это прям такой пацанский маршрут с элементами экстрима. Хотя у нас плод такой неповоротливый, такой спокойный. Но мы успели там выхватить. Кто знает, как мы выхватили, напишите в комментарии. И заинтересуйте тем самым тех, кто еще не смотрел. В комплектации здесь сам сабборд, три лопасти. Кстати, у меня на тех сабах всего по одной. Здесь три лопасти. Потом весло, насос, ремкомплект. И томить не буду, я один накачал. Это сына, борд, он покороче. Моя доска, она подлиннее на 30 см. Что мне понравилось? Рюкзачок прям стилевый. То есть, если вы видели мои рюкзачки от тех досок, там что-то такое китайское, ничего себе не представляющее. Это даже приятно надеть на спину. Хороший насос. Я еще пока не разобрался, но в нем что-то функции прям тонна. По веслу, смотрите. Как понять, что сабборд не китайский дешман? Хотя, вот этот вариант, он не премиум класса. Ценовой сегмент средний. Вот. Вот здесь нет клепки. На дешманских вариантах, на китайских, вот тут клепка, и там быстро разбалтывается, и весло начинает люфтить. Если есть вариант для приобретения весло 3 в 1, берите такое, оно удобней. То есть, у него можно ручку убрать и вставить туда вторую лопасть. Себе лично докупил такое двойное весло, и мне очень нравится. Что мне понравилось здесь? На моих предыдущих сабах, там всего вязка из 4 креплений. И засунуть можно не так много. Здесь прям такой хороший багажник. Дальше. Есть 4 люверса для крепления сидухи. Хотя сидуха в комплекте не поставляется, но для нее, во всяком случае, хотя бы есть крепление. Это уже круто. Еще, чем отличаются китайские ноунеймы от чего-то более-менее фирменного? На ноунеймах вообще нет никаких маркировок. На фирменных прописано, сколько PCI или баров можно в него закачать. Вот смотрите, мой вес почти сотка. Вот сейчас здесь 7 PCI закачано. При том, что это детский, это миник, это однослойник. Себе я взял двухслойник и 20 PCI. То есть, 15 PCI можно накачать, и он будет, ну, просто бетонный. Он вообще не прогнется от воды. Будет потеплее, соберу семью, и мы сделаем на 4 сабах. Пойдем по Бии. А может быть по Катуне, а может по Аби. Не знаю, где-нибудь в Низове. Катанем острова посмотреть. Столько вообще вариантов и порыбачить. И у меня тут озера рядом. Это штука, это моя любовь и мечта. Вам не сказал, наверное, да? Вот здесь сайт, на котором приобретал. И также в описании я его добавлю. Для чего? Сейчас очень много мошеннических сайтов, где вот заказываешь что-то, а тебе приходит кирпич в коробке. Друзья, проверено, поэтому рекомендую. Я рекомендую только то, что проверил сам. Продолжаем вторую сторону. Потом покажу вам в целом комнату. Все расставим. Смотрите, смотрите, все. Включаю музычку, идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Все, закончили, друзья. Закончили. Класс. Так, братцы, уже слегка смеркалось, я решил дооткрывать всю комплектацию до конца, посмотреть все элементы саборда. И еще один момент, о котором я не говорил, которого я просто до этого не видел, в пользу качества саборда, это то, что такого у меня раньше не было. У него лещи на подшипниках. Видите? Это первое. Смотрите. Видите, лещ на подшипнике. Не просто на пружинке, которая постоянно перекручивается и так далее, а он на подшипнике. Это дорогого стоит. И второе. У него зацеп на ногу, он неопреновый. До этого у меня были простые синтетические зацепы. То есть, это тоже момент, показывающий отношение производителя к клиенту. Достойное уважение, конечно. До этого у меня были просто на веревочке, и вот это все постоянно перекручивалось. И насос, как я говорил, он интереснее, чем на сабах, которые у меня ниже классом. То есть, я могу сделать предположение, что это ближе к премиум-вариантам. Что я не обнаружил? Я не обнаружил элементы потеков клея. Я не обнаружил пузырей на торце. Вообще ни одного. Бывают такие пузырики немножко, они выпирают. Это при неправильной проклейке. Здесь все сделано максимально грамотно. Классный принт. Три плавника. Ну, это я уже говорил. Вечер, работа подходит к концу. Хочу поделиться с вами тем, что мы сегодня сделали. Посмотрите, как здорово получилось. Все четенько, ровненько. Все швы идут по одной линии. Все супер. Работать с этим материалом одно удовольствие. Ребята из компании в квадрате, вы большие молодцы. Завтра я начинаю работы уже по нашей комнате. Вы так мне и не ответили. Жду вашего ответа по ванной, как вы считаете. Керамогранит или кварцвинил. Но здесь вот в чем проблемка есть. Кварцвинил 4 мм, керамогранит почти сантиметр. И я боюсь, что здесь будет тогда горбик небольшой. Ну, либо мне придется наливной пол сбивать весь, чтобы это все сошлось. Завтра убираю здесь всю мебель, ковры. Ну, это вы все увидите. И заделываю вот эти все щелки и начинаю работы. Мои дорогие друзья и те, кто очень любит обзоры инструмента. Я думаю, в следующий видосик я вам расскажу про одну интересную штукенцию, которая у нас теперь живет в доме. Это тот самый шестой пылесос, о котором я говорил. Но сегодня о нем ни слова. Потому что обещал, что у нас будет легкий такой лайт-видос. Завтра я о нем немножечко вам поведаю. Так что, кому интересно, кто планировал себе роботы-пылесосы, вам это пригодится. Потому что по этой тематике мы уже, можно сказать, собаку съели. Ну, а с нашими полами, с нашими тремя этажами, робот-пылесос просто незаменимый помощник в доме. Не фирм сегодня, ничего. Просто по факту рассказал, что будет дальше. Блин, парни, смотрите, какой класс. Ну и хоп. И понеслась. Я доделаю тебе лестницу, доделаю обязательно. У меня время найдется, я все заделаю, покрашу. Все, друзья, я был очень рад вас сегодня видеть. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через там несколько дней. Все, пока. Так, давай тут рукой. А то поврежденная профлистом некрасиво выглядит. Все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok